Здравствуйте! С вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Подошла пора подводить итоги уходящему в 2017 году. И нашим сегодняшним собеседником является начальник отдела адресных проектов закрытого акционерного общества струнной технологии Кирилл Бадулин, который, можно так сказать, на острие атаки, ибо результатом деятельности любой организации, в общем-то, является извлечение прибыли или приближение, по крайней мере, к этому итогу. Итак, Кирилл, здравствуйте. Я ничего не перепутал? Абсолютно нет. Здравствуйте. Самым интересным, безусловно, в уходящем году было развитие международного направления деятельности компании. Просветите в двух словах. Что сделано и каковы итоги этой работы? Итоги, на самом деле, весьма такие ощутимые. Если в 2016 году мы целенаправленно работали только на рынке Австралии и только присматривались к рынку Индии, то в 2017 году мы сделали, я сказал бы, стратегический шаг в направлении азиатского рынка. Инвестиции в транспортную инфраструктуру в 2014 и 2020 годах показывают, что в Азии они примерно в 5 раз больше, чем в других регионах мира. А если посмотреть еще на этот график, это потребность в инвестициях в транспорт, она получается порядка до 2025 года примерно в 10 раз больше, чем в других регионах. Да, на порядок. Поэтому мы выбираем те рынки, которые наиболее интересны. Кроме того, у нас продолжается сотрудничество с Объединенными Рабскими Эмиратами, которая является признанным, наверное, лидером в сфере внедрения различных инноваций у себя, в том числе транспортных. И это та страна, которая очень органично воспринимает такую идею, как сеть дорог по всему миру и Транснет. Каким образом осуществлялось наше участие, наше присутствие в данном регионе? Это какие-то международные форумы, ярмарки, выставки? Да, безусловно, участие в выставках было одним из очень важных инструментов для продвижения в данных регионах. Если в 2016 году, опять же, проводя какую-то ретроспективу, если в 2016 году из международных выставок мы участвовали только в выставке «Инотранс» в Берлине, то в 2017 году мы участвовали в двух выставках в Индии и в одной выставке в Индонезии. И это также способствовало поиску новых адресных проектов, поиску новых партнеров. В этих странах были созданы региональные дочерние организации нашей компании-учредителя. Это в Индии, в Австралии, в Индонезии. Ну, говоря об этом участии, вы явно подразумевали только закрытое ценерное общество струнной технологии, потому что наши партнерские компании и в 2016, и в 2017 году, я знаю, участвовали во многих других выставках. И в Австралии, и в Италии, я помню, были. Да, совершенно верно. Но здесь имеется в виду именно партнерские организации, которые работают на продвижение технологий в конкретных регионах. И более того, могу дополнить, что в 2017 году уже сами наши эти компании участвовали в выставках и представляли технологии. В частности, это Skyway Transport Australia и Skyway Technologies Indonesia. Спасибо. Значит, насчет регионов выяснили. А теперь, может быть, вы просветите нас по поводу направлений. Может, что-то появилось новое в работе компании в уходящем году? Ну, если говорить про направление адресных проектов, то, наверное, направление находка, которое было продиктовано рынком для нас, это направление контейнерных перевозок. Оказалось, что на это направление есть спрос и в азиатском регионе, и в ближневосточном, и фактически во всех регионах мира. Кирилл, ни для кого не секрет, что объемы работы, которые стоят перед нашей организацией, растут. Штаты увеличиваются. У нас уже работает свыше 400 сотрудников, если я не ошибаюсь. Расскажите о том, как это коснулось вашего отдела. То есть, вкратце, о его истории и перспективах развития. Ну, наш отдел идет в тренде развития всей компании. Он был создан как отдельная единица в конце 2016 года. И на сегодняшний день количество наших сотрудников увеличилось в два раза. Вот. И хочу сказать, если говорить об объемах работы, то есть, когда я был единственным человеком на этом направлении, то количество... То есть, я за 6 месяцев 2015 года подготовил порядка 25 проектов, предложений и презентаций. Сейчас такой объем делается отделом в течение одного месяца. Ну, и в конце интервью хотелось бы услышать какие-то цифры. Сколько, допустим, договоров подписано? Сколько стран с нами сотрудничает или организаций? Что-то более осязаемое? Ну, на самом деле, результаты тоже весьма интересные. То есть, я вот недавно провел подсчет, и получилось, что за 2017 год подписано всего порядка 20 различных договоров и соглашений. За островную технологию посетили около 50 иностранных делегаций. Мы также работаем с несколькими десятками компаний из различных регионов мира. И сейчас мы уже подошли к той стадии, когда мы работаем не над всеми проектами, а выбираем те, которые наиболее приоритетны. Спасибо большое. Следите действительно за новостями, подписывайтесь на наш канал YouTube. Обновления не пропускайте на официальном сайте. Поддерживайте наш проект, и все ваши итоги будут такими же крупными, как у нас. С наступающим Новым годом! Строй Skyway! Спасай планету! Спасай планету!